Здарова, народ! Вы можете заметить, что я немного радостный. Это всё потому, что у нас сегодня на обзоре будет гитара Ибанез. А вернее, человек всегда счастлив, когда у него есть Ибанез. А если у него есть два неплохих Ибанезика, то он счастлив вдвойне. Итак, сегодня мы с вами обозреваем вот эту гитару. Тудун, тудун. Тудун. И это у нас, наконец-то она попала мне в ручки, Ибанез RGA61AL, производство Индонезия. И стоит эта гитара у нас в сухой цене 85 тысяч рубликов на таком сайте, как Томан. Раньше вроде как она стоила подороже, в районе косаря 200 евриков, но сейчас она спустилась, по-моему, чуть ниже тысячи. Кстати, мои дорогие, цены на гитары всегда плавают, поэтому если вы что-то ищете по доступной для вас цене, что гитары бывают и дешевеют, и бывают скидки разные, я бы вам советовал пользоваться этим, потому что они могут ещё и дорожать цене. Поэтому, если вы что-то такое прикольненькое увидели, обязательно подкидывайте себе в корзиночку. И сегодня мы не только будем её обозревать, но и сравнивать вот с этим моим Ибанезом, который у нас RG421HPIM. Тоже индонезийский, так что у нас сегодня два Ибанеза. Стоимость этих гитар отличается вдвое. И мы посмотрим, есть ли смысл переплачивать за Ибанез в два раза больше денег или достаточно вот этого инструмента. Или всё-таки надо брать незамедлительно вот этот. Итак, погнали. С этим инструментом вы уже знакомы, потому что он мой, и я на нём играю. Я его сам выбирал, решил купить вот именно такую модель, потому что, в принципе, я мог купить и вот ту модель, которую я вам сейчас показывал, да, вот эту за 85, но я подумал, ну, остановлюсь примерно вот на таких вот деньгах, этого будет достаточно. Вот эта гитара внешне мне просто нравится, очень нравится, даже очень-очень-очень-очень. И вообще, я понял, что гитары вот именно с цветом как бы дерева, да, вот с древесной фактурой мне очень по душе. И, кстати, забыл сказать в обзоре по поводу вот этого Ибанеза, что здесь, смотрите, вот этот рисунок дерева, он как бы такой прям выпуклый на ощупь, да, то есть это не просто рисунок именно, да, а вот вы можете прям вот эти вот все черточки, да, вот эти вот его как бы вот так вот прочувствовать прям, то есть он такой у нас шершавый, что вдвойне приятно. Итак, когда я беру вот эту гитару в руку, я сразу ощущаю здесь тоненький-тоненький гриф, тонюсенький, то есть это у нас гриф Wizard 3 вроде бы здесь стоит. И он очень тоненький на ощупь, очень такой приятный. Здесь, как вы можете видеть, у нас на этом Ибанезе печеный клен, супер модный в этом сезоне. Кстати, зацените, какой прикольный я подобрал к нему ремень, да, смотрите, видали, какой прикольный ремень. Обратите внимание, он как бы джинсовый, да, то есть практически сейчас вот все здесь под меня, и джинса такая, да, как вот тоже я в джинсовочке, и вообще вот этот вот оттенок очень прикольный, смотрите, сочетается вот с этой вот декой древесного цвета. Гриф здесь тоненький, и если вы хотели сэкономить и купить вначале гитару там типа а-ля за 85 тысяч, а потом подумали, ладно, куплю я себе Ибанез подешевле, в принципе сойдет, как я подумал, да, то все-таки, если мы возьмем другую гитару, гриф на ней под названием Nitro Wizard, он, дорогие мои, другой, так что они разные ценовой категории, и ощущения у них тоже разные. Здесь, конечно, гриф, такое ощущение, что он чуть-чуть потолще, чем вот на той гитаре, и все-таки у него здесь какая-то совсем другая форма, то есть гриф он не ощущается, как вот на Ибанезе RG 421, да, вот на том. Он здесь ощущается совсем-совсем по-своему, этот гриф. Все-таки они разные, эти модели, и если вы собираетесь купить прям такую, она будет прям по-другому ощущаться. Еще можно сказать, что в этой гитаре гриф, он немножечко сидит выше из деки, выпирает. Дека, во-первых, здесь очень-очень маленькая, все-таки на той гитаре она потолще. Она на той-то гитаре не особо толстая, но все-таки здесь прям совсем тоненькая дека такая, и она еще с краев такая немножечко, видите, фрезерованная туда вот как бы на внешнюю сторону, то есть похудее еще. И гриф здесь выпирает довольно серьезно вот сюда как бы, да, на внешнюю сторону. То есть если мы возьмем с вами гитару вот ту, Ибанез RG 421, там такое ощущение от него, знаете, как от стратокастера, то есть вот гриф он вдавлен. Здесь же нет, здесь он вот так вот торчит наружу и даже вот, если мы с вами сыграем здесь и здесь, совсем другие ощущения. То есть здесь гриф вдавлен прям туда, прям в деку, он практически вот торчит только на уровень накладки, и это сразу переходит в деку, то есть, а это все-таки, знаете, совсем другие ощущения. Все-таки рука, она здесь как бы немножко побольше утопает, и левая тоже, да, то есть такие больше стратокастерные ощущения, нежели чем на той гитаре. Отдельно можно сказать про ее цвет, потому что в интернете по фотографиям и там через YouTube вы на самом деле не видите цвет, поэтому я вам расскажу. Цвет не просто фиолетовый этой гитары, здесь она у вас на YouTube, скорее всего, просто такая синяя, да, а реально вживую здесь как бы два цвета, то есть вот этот вот синий и вот этот такой ярко-ярко фиолетовый, вот здесь вот этот контур, да, идет, то есть такой, у нее получается как будто бы санберст фиолетовый, ну, вживую она смотрится куда красивее, чем вот на YouTube, либо на фотографиях, или там где-то на сайте, где вы смотрите, если вы хотите покупать такой. Вживую она круче, прям, ну, советую, если вам нравится, как она выглядит в интернете, вживую она вас удивит еще лучше, очень прям просто вживую бомбу вообще, даже вот, ну, может быть, те, кому не нравятся фиолетовые цвета, приятно удивляться, потому что прям, ну, такую прям хочется иметь такой цвет фиолетовый, и знаете, она, если у вас там гитар штук 10-15, да, как вообще у всех сейчас, то когда вы ставите ее вот ко всем гитарам, вот так вот, да, там, к вашему десяточку, вот этот цвет приятно разбавляет вашу палитру. Эта гитара тоже Hardtail, видите, да, бридж здесь, но бридж здесь, конечно, заметно подороже, чем на RG421, то есть, ну, как подороже. Сама вот эта система, она выглядит такая, типа, я круче, то есть, да, вот здесь совсем другие седла у нас, на Ibanez 421 все намного проще, и если мы с вами перевернем, вот, надеюсь, видно, то, что вот эти вот две, пятая, шестая струна, вот эти вот дырки, да, то есть, они, а, вот они, они заметно дальше отставлены, на Ibanez RG421 у нас отставлена здесь только одна, вот эта вот шестая в сторону, ну, вы знаете, да, для чего Ibanez это делает, чтобы там натяжение было помощнее вот этой вот шестой там струны, ну, шестой-пятой, как в случае вот этой гитары фиолетовой, то есть, это вот такой просчет очень интересный вот этих вот инженеров с Ibanez, ну, все правильно они делают, я вообще им доверяю, они понимают, что творят, вот, поэтому, но, в принципе, смысл тот же, на сайте написано, что здесь какая-то mycassar ebony fretboard, да, то есть, вот это вот, ну, посмотрите, она реально черная, прям черная, прям черная-причерная, как космос, и вот сюда, вот, сверху, если посмотреть, тоже, да, вот, на накладку, про накладку я говорю, она тоже прям черная-черная, прям, я не знаю, черная, как уголь вообще какой-то, то есть, прям черная-причерная, и ощущение игры на ней, вот на этой накладке, очень приятно и вообще мне очень нравится вообще как ощущается этот гриф очень нравится так если мы с вами возьмем другую гитару здесь как вы видите относительно этой модели светлая накладка дать то есть она не черная и ощущение от самой накладки здесь честно говоря похуже вот эта накладка конечно она на любители черные накладки конечно нравится больше прямо чем они чернее тем лучше зависимости конечно от материалов здесь намного прикольнее ощущается здесь лады тоже пошире такие помощнее вставлены и вообще в целом конечно вот эта гитара она ощущается куда поинтереснее чем вот предыдущая модель вот это rg 421 rg 421 все-таки напоминает даже модели которые может быть и младше нее идут ну а вот это вот все таки она ощущается как друг как другой совсем инструмент и в руках и гриф здесь вообще другой и эргономика самой гитары немножечко другая да здесь здесь такое все намного поинтереснее вот именно вот в этой модели здесь у нас лейбл и бонес кстати говоря светится в темноте что ваш подключен же и и так отдельно давайте поговорим о струнах это гитара не моя у нее есть владелец и здесь конечно струны ставят сейчас просто экстремально низко экстремально низко я так не очень люблю и местами они конечно просто я не знаю прям скоблят вот эти вот все лады но видимо ее владелец стива и конечно играть элементарно тем более при таких струнах которые прям просто просто они лежат на грифе вообще даже касаться не надо вообще даже не нужно короче ни в правой руке не в левой руке ничего не нужно напрягать раз и все ну то здесь все конечно же элементарно еще очень приятное удивление что бэнды делаются умопомрачительно легко хотя здесь вроде как струн стоит девятка до стандартный сет но то ощущается я не знаю примерно гитаре ну как восьмерка тогда переключимся на бридж так по подзвукоснимателей стоят здесь навороченные крутые барк на кол звукосниматели модель точно вам не скажу но они у нас много килоомные по моему то ли 16 или 17 кило даже 16 где-то так и естественно именно такие звукосниматели здесь и должны стоять именно такие очень приятное ощущение конечно от игры конечно поднастроить ее надо прям ну лежат прям струны совсем местами тут они уже слабуют сами по себе особенно вот этот четвертая струна конечно вообще просто лежит вообще прямо одно удовольствие конечно скоблить гриф да можно играть 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 абсолютно правильные такие ибанезовские ощущения прям так и просит жаривать что сдавайте-ка быстро сравним и с другой и 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 здесь конечно струны у меня побольше здесь стоят десятка и расстояние повыше но конечно пальцы так немножечко вот после той гитары они на это немножечко то гнать и застриют все все таки на той гитаре играть заметно проще чем на это на этой все таки приходится 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 воскребать многие ноты непонятно она моя мне когда не проще играть да но все таки если взять допустим вот эту гитару руки другую как и 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не, на ней, конечно... Да, немного, конечно, с непривычки пальцы не попадают. В общем, немножко, конечно, первая струна вот сюда прям хочет всегда съехать. Видите, очень легко, очень легко. Ну, в принципе, даже как фишка, да? Очень легко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На ней немножечко потруднее все дается на этой гитаре. На ней прям нужно все-таки чуть-чуть выскребать. Это не только связано с расстоянием от струн до грифа, да? Не только с этим. Но и вообще как-то на той гитаре проскакивает все как-то попроще. На этой все-таки нужно местами выковыривать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, здесь дается попроще. Итак, что ж, мы скажем про эту гитару. Лучше ли она, чем RG421? Вы знаете, определенно интереснее. Все-таки они ощущаются как абсолютно две разные гитары. И вот в этом случае, если вы будете покупать за 85, а не за 44, по-моему, она в сухой цене стоит, да? Ну, короче, у нас это будет стоить сотку, а та будет стоить 56. Разница в этих деньгах есть. Если вы хотите взять инструмент покруче, посерьезнее, то вот это вот он самый и есть. И покруче, и посерьезнее. Вот эти звукосниматели, несмотря на то, что на той модели RG421 стоят DIMARZIO, довольно мощные, 17 килоумные, работают они как-то погрубее. Вот здесь все-таки в этой гитаре она и звучит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И поддается как-то проще. Если я сейчас на медиатор чуть-чуть надавлю. Видите, да, она уже вот так вот поет. И знаете почему? Потому что идет как бы отслоповывание от вот этого LADA, от железки самой, и получается такое как бы пение. В общем, несмотря на то, что вроде вот эти звукосниматели, они позиционируются как будто бы они такие мощные, страшные. Тем не менее, на самом деле, работают они очень певучие. Я бы сказал, вообще гитара такая, знаете, как скрипка. Что же, вот такой вот обзорчик. IBANES RGA. Суперскоростная шрадерная пушка. И IBANES RG421. Тоже ничего. До следующих видео, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok